Сезон 2020 года необычный по многим параметрам, и один из них плотный соревновательный календарь. Имеем в виду республиканские старты, ибо международные состязания, если и пройдут, то не раньше осени, что тоже нонсенс или, скажем иначе, веяние времени. Впрочем, даже соревнования республиканского уровня позволяют нам говорить о превосходной степени готовности воспитанников Мозорской гребли, которые блестяще выступили, например, на перенесе Беларуси среди юниоров, где настоящей героиней была спортсменка 2004 года рождения Мария Охраменко, победившая в возрастной категории 2002 года рождения и моложе. Ну, все получилось, только пятьсотку плохо, конечно, проехала, но Елена Григорьевна сказала, даже хорошо, есть к чему стремиться еще, чтобы звезду не споймала. Действительно, как важно не словить или, как сказала, используя сленг Мария, споймать звезду, дабы в будущем стать настоящей звездой мирового спорта. Хотя, что интересно, Охраменко могла и вовсе не быть байдарошницей, ведь параллельно наша собеседница, воспитанница тренера Елены Григорьевны Садовской осваивала легкую атлетику. Когда занималась легкой атлетикой, мне сказали, выбирай либо гребли, либо легкая, но я осталась на гребле. Сначала просто так занималась, думала, уйду, но потом все пошло, и пошло, начало получаться, и сейчас хочу выйти лучше и лучше. Нелишним будет и интервью представителя тренерского штаба юниорсской сборной Беларуси, особенно, когда наставник Мазарианин. В прошлом хороший гребец, а сейчас сильный тренер Игорь Анатольевич Тимушин. В целом, я бы сказал, что выступление успешное, хотелось бы лучше выступление байдарки двойки, но если так говорить по видам, то команда могла бы успешно выступить на чемпионате Европы и мира. Конечно, горько, что наша юниорская сборная не получит возможность продемонстрировать класс на чемпионатах мира и Европы. А ведь действительно могли наши юные земляки одержать победы в нескольких видах программы, но так сложилось в этом году. Команда юниоров, она переходит уже в молодежную сборную, так что это идет как опыт. Сейчас ближайшее выступление на чемпионате Республики Беларусь. Они будут там бороться уже старшими спортсменами. Ну и, конечно, будем ждать, может быть, какой-то международный старт. Что до Кубка Беларуси, то хочется отметить замечательного спортсмена и прекрасного человека Павла Медведева, который в байдарке двойки с Виталием Белько одержал победу в олимпийской дисциплине на километровом отрезке, показав при этом результат мирового уровня. Кубок Беларуси хорошо для меня прошел. В одиночке второй был, в двойке выиграли тысячу метров. Вот, немножко повреждения плеча получил, ну, уже восстановился. То есть физпроцедуры, пролечился, все-все здорово. Ну и сейчас готовимся к чемпионату Беларуси. Подтачиваем все моменты, настраиваем. Дистанционные работы больше делаем, больше на скорости выходим. И ждем хороших секунд на чемпионате. В сезон, когда соревнования уступают место тренировкам, и только регаты республиканского значения позволяют ведущим мастерам отечественной гребли проверить свои возможности. Как воспринимается нашим собеседникам? Ну, гоняться, конечно, хочется. Хочется, чтобы прошли. Ну, если не будет, значит, так, наверное, нужно. Кому-то виднее, наверное, что если не проведут соревнования. А так, неважно. Я считаю, что спортсмен должен быть всегда готов. Гонка, тренировка. Вот, будет гонка, надо гоняться. Нет, значит, надо тренироваться с будущим гонком. Ну, и, конечно, как подводить итог первых регат того же Кубка Республики Беларусь без главкома белорусской гребли, почетного гражданина Мозыря Владимира Владимировича Шантаровича, которому понравились ли, как готовы его подопечные. Где у нас была погода, понравилось все. Значит, скорость, определенная скорость, которую показывали ребята в экипажах, сейчас мы вернемся к экипажам, значит, они соответствовали хорошему международному стандарту. Значит, начинаем. Девочки, одиночка 200. Ноздрева. Значит, Борикова, одиночка 500, 36, 1,36. Двойка 1000, 3,08. Четверка, четверка, да, на встречный ветер. А так я тоже рассчитывал, что победители в четверке, той борьбе, которую они два экипажа составляют сегодня в Беларуси, я должен сказать, что было бы тоже очень хорошие результаты. Поэтому, вроде бы, фрагменты, которые остаются уже сегодня по-старому, три недели до Олимпиады, вроде фрагменты получаются. Значит, я надеюсь на ту программу, которую мы сейчас уже ведем, уже подготовки к Олимпиаде. Я думаю, она будет переноситься и на следующий год, если все состоится. Значит, я думаю, что мы на правильном пути. Выше названные цифры информативны для специалистов. А любителям гребли поясним, что данные показатели можно считать результатом мирового класса. Что касается недавнего переноса Беларуси, то оно стало уникальным по количеству победителей. 2004 года рождения, а ведь гонка проводилась. Среди спортсменов 2002 года рождения моложе. Подобная тенденция вследствие акселерации отдельных юношей и девушек. Или нечто иное? Нет, я не скажу, что это акселерация или все. Значит, бывают вообще, бывают такие фрагменты возрастные, когда спортсмены западают. Значит, неблагоприятные условия, приходили, они уходили. И вот сегодня остались, допустим, возрастная группа, например, у нас идет, 2002-2004 год, значит, вот 2002 по каким-то причинам он остался, может, в этих самых колледжах своих. Может быть, они остались в школах ИТИ там или где-то они остались. Вот те ребята. А молодежь, она спрогрессировала. Не то, что она спрогрессировала. Она просто появилась. Она идет учебный процесс, идет селекционная работа. А вот как раз вот эта возрастная группа, она разошлась. Я ничего не вижу здесь каких-то таких, но самое главное, чтобы все это соответствовало скоростям, которые показывают нужны ребятам этой возрастной группы. Чемпионат Беларуси в этом году будет иметь особое значение. В какой-то степени это старт репетиции Олимпийских игр, которые, мы на это очень надеемся, все же состоятся в 2021 году в Токио. В то же время, значит, остается до Олимпиады три недели. Вот сегодня три недели. Вот мы с вами сидим, остается три недели, значит. Неделю мы дома переезжаем в Минск, готовимся и начинаем соревноваться. Значит, вот это был бы старт, где спортсмены должны проявить мобилизацию, характер, стать, показать себя, какие они спортсмены, гонщики и воины. На любую погоду, которая будет в Минске, в Заславле. Показать результат, который бы соответствовал хорошему международному стандарту. Вот тогда бы я получил очень такое нормальное удовлетворение. Ну а если какая-то и буря будет, все равно, чтобы я хотел бы, чтобы там побеждали только воины. Ничего такого сверхъестественного не получалось. А побежали те ребята, которые зиму отработали. В льдах, в холодах, в теплоте, коронавирусе. Понимаете, вот я жду этих результатов. Ну что же, пожелаем успехов нашим спортсменам и будем ждать чемпионат Республики Беларусь, который с 28 июля по 2 августа примет Заславль. И где мозыряне, как всегда, в этом виде спорта будут претендовать на самые высокие места.